Вот, например, Сергея и Карина такие расскажут о морской свинке. И мы сегодня у них в гостях, и мы снимаем эту свинку ихнюю. Вот, морская свинка, и мы расскажем информацию о ней. Морская свинка значительно крупнее хомячков. Ее родина Южная Америка. Мы видим на многофород морских свинок, которые различаются особенностями шерсти и окраски. Живут морские свинки около 7-8 лет, а иногда и дольше. И еще морская свинка ест капусту, яблоко, травку ест, травку, одуванчики очень любят, капусту ест, морковку, огурец. Только нельзя соленое ей давать. Не слишком сладкое. В воду можно специальную кислоту добавлять, лимонную, чтобы морская свинка не заболела зимой. Да. Ну, не слишком. Там надо чуть-чуть, три песчинки даже, ну, чуть больше. Немножко, пальчик, мизинчик. Вот это морская свинка, нювка, вы видите, она нювка. Мы просили нас, чтобы мы показывали вживую. Вот мы и показали вам морскую свинку. Вот она нювка, она, как видите, ест траву, смотрите. Вот одуванчики, например, она очень их любит, видите? Она, как хомяк. Только побольше. Да, и у нее нету хвоста, как вы заметили. Мы отсоединили от клетки вот такую сеточку. И мне это хорошо ей гулять, если ее посадить и наклеить на корыть клетку. Она может гулять на травке, и ей хорошо будет, чем в своей клетке. Ну, это типа как клетка, но под ногами у нее травка живая. Нювка, 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 нювка. Ну, ночью ее нельзя на улице вставлять. Могут есть коты и собаки разодрать. Лучше только утром под присмотром смотреть за ней. Можно еще специальные поводки куповать и гулять с ней в парках. Но там тоже могут быть коты и собаки, они могут ее поймать. Ну, надо специальный парк для морских свинок. Если у вас нету в городе такого парка, тогда лучше ее водить гулять куда-нибудь. В деревню. В деревню выводите. На дачу. На дачу садите ее на травку. Пусть за ней кто-то смотрит. Да, и клеточкой обязательно прикрывать. А в парке... Видите, она сейчас моется вот такими лапками. Видите? Вот она умывается. Вот она так моется. Ну, если у вас парк только один, просто там ходить, лучше ее не воводить. Там собаки. Надо специальный парк для морских свинок. И еще для нее есть специальный корм. Да, корм такой. Мы покупаем корм кеша для животных, маленьких грызунов. Для морских свинок. Там есть с гранулами, с зеленью, с витаминами, с фруктами. Но лучше всего корм не для грызунов, а для морских свинок. Но подсыпка подходит для грызунов. А подсыпка от котов может такими гранулами, специальными, которая будет отлично подходить для раскусывания. Вот она вот такая вот древесная. Выглядит древесная подсыпочка. Вот она. Они раскусывают ее и превращаются в прах. И она ходит по нем. Вот такое. Видите? Так. И лучше морскую свинку гулять в деревне. А где морскую свинку... Когда мы покупали, у нее такая синенькая тяшечка должна быть для корма специально. И такая вот... А, и поилочка. Лоток. Поилочка. Лоток. Лоток для морских свинок. Клетка специальная такая. Можно клетку красить, но морскую свинку надо во время покраски держать в каком-то другом-то месте. Нельзя, чтобы она ходила во время покраски в этой клетке. Иначе она уже дохнется. Вот специальная поилочка такая. Она сощет в воду. Потому что она же не может брать руками. У нее смотри. И еще напоминание. Если у вас морская свинка, ну такая волосатая, большие волосы сейчас мы покажем. Вот такая вот морская свинка. Надо ее очень... Два раза. Вот у нас вот такая вот морская свинка, как вы видите. Ну, вот эту вот надо один раз в день расчесывать. Даже, может, два раза в день. Утром и вечером, в днем и вечером. Да. Ну, морские свинки. Тут в деревне это находка. У нас есть, конечно, зоомагазин, но они очень дорого стоят. Это морская свинка. Еще маленькая. Ей два года. Вот она так выглядит. Ну, и это на все. Это и все для нас. Мы расскажем в следующей программе нашей о коте Феоне.